еще на начальном этапе нам понадобится инструмент заливка во флешу называется ведро скраски клавиша для быстрого вызова к этот инструмент относится к инструментам закрашивания поэтому цвет для него выбираем вот здесь свойств у данного инструмента нет за исключением выбора цвета инструментов предназначен для заливки цветом рисунков но заливаться они будут при том условии если в контур рисунка замкнут либо имеет небольшой разрыв итак посмотрим на ведро с краской в действии вот этот первый ряд нарисован с помощью инструмента закрашивания если точнее то есть заливаем первый рисунок он собственно без проблем заливать так как никаких разрывов нет пробуем залить 2 ничего не выходит потому что здесь есть небольшой разрыв что делать в этом случае идем в опти заливки и мы видим тут выпадающий списочек с различными режимами закрытия промежутков первый стоит по умолчанию при этом режиме не должно быть промежутков если будет промежуток то ничего заливаться не будет второй режим закрыть маленькие промежутки в этом режиме будет закрашиваться рисунки контур которых имеет маленький промежуток давайте попробуем залить теперь выберем его и попробуем залить этот рисунок все теперь заливаться попробуем второй ничего не ходит так как здесь побольше промежуток идем снова в опции и выбираем режим закрыть средние промежутки пробуем все залилось пробуем следующий ничего не уходит как здесь ну совсем большой промежуток снова идем в опции выбираем режим закрыть крупные промежутки пробуем теперь все заливать теперь посмотрим на вот этот ряд эти рисунки нарисованы с помощью инструмента рисования если точнее то карандашом выберем первый режим и попробуем залить первый рисунок он удачно заливается во втором рисунке мы видим небольшой промежуток поэтому сразу возьмем метод закрыть малые промежутки попробуем ничего не выходит пробуем следующий закрыть средние промежутки кликаем опять ничего не получается но берем закрыть крупные промежутки кликаем вот получилось почему же при таком маленьком промежутке надо выбирать опцию закрашивать большие промежутки тут ответ очень простой как вы помните у инструментов рисования регулируемая толщина линии если я сейчас выделю этот рисунок и изменю толщину на минимум и поднесу эту линию для сравнения к этой и сейчас мы это делаю увеличим то мы видим что разрыв то вовсе не маленький он практически такой же как здесь поэтому при работе с инструментом рисования помните оригинальная толщина линия 10 сотых именно от этой толщины вычисляется разрыв вот вам еще пример пробуем залить следующий рисунок на вид как без разрывов поэтому берем первый режим не закрывать промежутки и пробуем но ничего не выходит пробуем закрыть маленькие промежутки снова ничего не выходит средние удалось уменьшим толщину этой линии увеличим при оригинальной толщине линии при увеличении мы видим что здесь есть разрыв а при толщине в 7 кажется что этого разрыва нет поэтому еще раз напоминаю нужно помнить про оригинальную толщину линии инструментов рисования но будут такие ситуации что по вашему замыслу у рисунка должны быть разрывы но и рисунок должен быть закрашен как быть в таком случае в этом случае можно временно замкнуть разрыв с помощью инструмента рисования будь то карандаш либо линия либо перо выберем какой-нибудь другой цвет допустим синий увеличим толщину линии уменьшим скажем до двух и замкнем вот теперь мы берем ведро с краской выбираем нужный цвет и заливаем и заливаем берем стрелку кликаем дважды по линии чтобы она все выделяется нажимаем дел удаляем таким образом мы залили глаз у персонажа кого у которого есть разрыв ну вот собственно и все инструменте ведро с краской все инструменты Продолжение следует...